Восприятие всего чего угодно Восприятие есть деятельность, в восприятии есть активный процесс А что это означает? Что это означает? Что мы не пассивные регистраторы событий Нет Мы не являемся просто пассивными регистраторами Для того, чтобы это увидеть, недостаточно просто открыть глаза Нужно что-то делать, чтобы видеть эту ручку Нужно что-то делать для того, чтобы ее видеть Вот в чем дело Каждый из вас, если видит эту ручку, что-то делает Если перестает делать Если перестает воспринимать, даже если глаза открыты Перестает делать что-то То ручку не будут видеть Каждый из вас Например, ручку нужно ощупывать Буквально прощупывать ее микродвижениями своих глаз Вот по ней туда-сюда шарить Если микродвижения останавливаются Такие опыты проводились Глаз неподвижный Но все структуры глаза, работу Там все в порядке Но он не движется Значит, восприятие предмета пропадает Человек не видит ничего Когда мы воспринимаем, мы все равно что-то делаем В восприятии есть активность В восприятии есть деятельность Но это еще не все Значит, свойства восприятия Активность Структурность Катериальность Осмысленность Помните, вы это должны были с кем-то На курсе общей психологии разбирать Но сейчас это все станет достаточно просто и ясно Если мы обратимся к каким-то клиническим примерам Я очень люблю клинические примеры Поскольку поломка Демонстрирует нам то, как устроено что-то в норме Чтобы понять, как устроена игрушка И нужно сломать И чтобы понять, как устроена психика И тоже нужно сломать Примеров из области клиники у нас будет достаточно много Разных примеров И поскольку мы занимаемся психосоматикой Но и вообще, когда мы будем затрагивать любые психологические проблемы Нам будут часто помогать именно клинические примеры И вот, в частности, по поводу того, как происходит восприятие Как происходит восприятие Я люблю здесь ссылаться на данные нейропсихологии На данные нейропсихологии А точнее, на данные об агназии Агназия Что такое агназия? А человек не чувствует сам болезнь Это а-но-за-агназия А-но-за-агназия А-агназия Это значит, в принципе, неузнавание или незнание Невосприятие чего-либо Агназии Которые вызваны теми или иными нарушениями Или повреждениями мозга Повреждениями в областях соответствующих анализаторов Вот Ну, феномен агназии Сейчас, если привести какой-то пример Знаете ли вы, допустим, книгу Оливера Сакса «Человек, который принял же мы за шлями» Может быть, кто-то из вас слышал об этом Достаточно известная книга И достаточно известный автор Западный автор Который Был, в каком-то смысле, даже другом Нашего знаменитого нейропсихолога Лури Вот Оливер Сакс И Он написал несколько книг Во всяком случае, на русский язык переведены Несколько уже его книг Где он в такой популярной форме Рассказывает О каких-то интересных случаях Поприводит какие-то интересные примеры Вот, в частности, человек, который принял жену за шляпу Фактически пытался надеть свою жену себе на голову То есть, вот он потянулся в жене Это была ее голова Он думал, что это шляпа То есть, неузнавание Неспособность воспринять предмет Правильно, да? Вот так И мы можем говорить о том Что восприятие Или процесс восприятия Происходит на трех уровнях Вот, три уровня Это нужно записать Три уровня, на которых происходит процесс восприятия Можно по-другому сказать Три уровня в системе средств категоризации Но это я так говорю Три уровня в системе средств категоризации Или три уровня На которых осуществляются восприятия Три уровня Как минимум три Можно по-разному выделять Но в основном Обычно имеют в виду вот эти три уровня Первый уровень Первый уровень Это Самый простой Самый как бы базовый Это уровень распознавания базовых свойств предмета Уровень распознавания базовых свойств предмета По-другому его называют Аперцептивным уровнем Уровень распознавания базовых свойств Или Аперцептивный От слова Аперцепция Аперцептивный уровень А перцептивный уровень или уровень распознавания базовых свойств? К базовым свойствам относятся в первую очередь форма. Смотрите, это нечто плоское, это нечто прямоугольное, а также может быть тяжелое, твердое. В первую очередь форма, а это нечто прогулковатое, это нечто гладко-плоское и так далее. Если агнозия, то есть нарушение восприятия предметов, касается этого уровня, если агнозия затрагивает этот базисный уровень, то получается очень интересная картина. Человек не способен, например, различать предметы, узнавать предметы, поскольку он вообще не способен узнавать форму предмета. И вот как это можно экспериментально определить? Мы перед человеком на столе раскладываем различные предметы, телефон, ручка, ключ, причем должно быть много, там ложки, например, какие-то столовые приборы, принадлежности. И в том числе там должны быть еще и предметы одинаковые. Вот мы даем человеку вот такой предмет и говорим, подбери такой же из всех этих, такой же подбери. И он не сможет это сделать. Не говоря уже о том, что естественно он не понимает, что ложка это ложка. Но он к ложке ложку не положит. Он не может отличить это от этого. Вот это базовый оперцептивный уровень. И это на самом деле было описано где-то в начале 20 века, примерно, если я не ошибаюсь, в 20-е годы, когда был обследован пациент, который не мог узнавать, по сути дела, геометрические какие-то фигуры, и отличить, например, треугольник от круга, от окружности или от квадрата, он не мог. Зрительно не мог. Это взрослый пациент. Это взрослый пациент. А каким причинам? Вследствие либо черепно-мозговой травмы, либо инсульта. То есть это могут быть какие-то повреждения мозга, именно повреждения мозга в области определенных зон соответствующего анализатора. То есть это именно такая нейропсихология. Там имеется определенная локализация, которую можно изучать. Вот. Ну так вот, у него это дело касалось только зрительной модальности. То есть ощупывая предметы, он мог их различать. И также была обнаружена забавная вещь, очень интересная, что когда он проводил пальцем по очертанию фигуры, он говорил, да как это же треугольник, или да как это же круг. А почему пальцем? Потому что вот здесь задействуется уже другая модальность. Здесь задействуется уже кинестетический анализатор. Кинестетика. Я могу сделать вот такое движение, я понимаю, что я делаю. Может быть нарушение в этой модальности, а в зрительной, например, оно не присутствует. Это дело может касаться и слуховой модальности, но там немножко сложнее. Но в принципе речь идет о том, что вот так было описано о перцептивной агназии или о перцептивной агназии формы, даже есть такой термин, когда человек не способен узнавать форму предметов. Вот. Ну и тот факт, что проведя рукой, или проведя пальцем, он узнавал фигуру или предмет. Вот этот факт на самом деле для нас с вами очень важен, поскольку мы как психологи должны понимать, что наша психика все-таки в первую очередь, если брать ее развитие, в первую очередь связана именно с движением по форме предмета. То есть наши психические функции изначально вылезли из этого движения по форме предмета. Активному существу, телу, которое существует в пространстве, живое тело, которое движется в пространстве, ему нужно обходить другие тела. От кого-то удирать, за кем-то охотиться, на кого-то не наткнуться. Вот это вот самое главное, из чего вырастает наша психика. Это самое главное. Двигаться по форме предметов. На самом деле. Строить активно траекторию своего движения по форме других предметов. То есть психика именно оттуда берется изначально. Но это отступление. Я продолжаю именно вот ольпоагнозирую. Это был первый уровень. Уровень распознавания базовых свойств или перцептивный уровень. Следующий уровень, второй, его называют ассоциативным. Или можно сказать, что это уровень предметного значения. Уровень предметного значения. Можно по-другому сказать еще семантический. Или уровень предметного значения. Уровень предметного значения. Вот здесь человек в норме. Распознает это уже не просто как продолговатый объект. Непонятно какой. Палочка какая-то. Он распознает это именно как ручку. То есть он понимает, что это то, чем можно писать. Такое очень важно. А если этот уровень нарушен, если нарушение касается этого уровня, то опять-таки мы можем в экспериментальной ситуации это увидеть. Как это происходит? Это будет уже не аперцептивное, а ассоциативное агенозии. Мы опять-таки раскладываем перед человеком предмет. И допустим, в отличие от первого случая, человек к ручке тоже положит другую ручку. Он может сопоставить их по форме, может понять, что они от друга чем-то отличаются, или круг от квадрата чем отличается. Он может разложить какие-то треугольные фигуры, или какие-то геометрические фигуры, объекты разложить. Вот это одинаковые, а это не одинаковые. Или ложку к ложке положит, вибудь. Он это может сделать. Но если нарушено предметное значение, то есть если предметное значение не подключается к опознанию формы, то он ручку к ручке положил, а что это, он не понимает все равно. Он не понимает, что это за предмет. Если нарушение касается данного уровня, то человек все равно не понимает, что это за предмет, несмотря на то, что он может описать, это нечто плоское, продолговатое, такое-секое. А пользоваться им, как предметом, он не может, он не понимает, что это. Вот, опять-таки, пример Уливера Сакса из этой книги. Человек, который принял жену за шляпу. Пример такой. Пример с перчатками. Держит человек в руке перчатку, ее вращает, вращает, в руках ощупывает, ощупывает. Но это какие-то мешочки, может быть, туда деньги можно пласть. Использовать перчатку как перчатку не получается, потому что отключено предметное значение. А что такое предметное значение? Предметное значение – это форма действий с данным предметом. То есть, это то, как я могу действовать с этим предметом. Вот, что такое предметное значение, по сути дела. Форма действий с предметом. Естественно, форма действий с предметом, которая закреплена в данной культуре, она существует в данной культуре, она транслируется в данной культуре. Понятное дело, что если мы оказываемся в какой-то другой стране и сталкиваемся с какими-то непонятными предметами, то мы их не будем узнавать как те предметы, которыми они являются там. Мы их распознаем как-то по-другому, мы их все равно опредметим по-своему, но мы, например, если вы никогда в жизни ручек не видели, будем использовать это, чтобы кого-то тыкать, например, чтобы в глаз воткнуть и все для чего-то. Я в связи с этим, для того чтобы так четко возникало у слушателей понимание различия между первым уровнем и вторым, вот распознавание базовых свойств, первый уровень, а второй это уже предметное значение, я в связи с этим опять-таки ссылаюсь на любимых мной обезьян и привожу такой пример. Вот молоток в лапе у обезьяны или в руке у обезьяны. В руке у человека это предмет, поскольку человек знает, что молоток это то, чем взбивают грудь. В руке у обезьяны или в лапе у обезьяны что такое молоток? Палка какая-то, которую можно куда-то запульнуть, почесать спинку и еще что-то сделать с этой палкой. Немножко странная палка, какие-то физические характеристики она естественно воспринимает в том плане, что вес и так далее. Но она не видит это как предмет. Она не воспринимает это как предмет. Потому что она не обладает именно предметным значением, которое закреплено в культуре. В культуре обезьян молотков нет. Поэтому она может использовать молоток так, как позволяют его использовать его физические характеристики. Характеристики его как некого физического объекта. Может быть она случайно и по гвоздю ударит, но это будет случайно. В связи с этим я люблю повторять такую фразу. Обезьяна не видит молоток там, где он есть, в самом молотке. Не воспринимает молоток. Она его воспринимает как некий объект. А человек может увидеть, воспринять молоток там, где его нет. Например, ножку от табуретки отвернуть. Если молоток нужен, а молотка нет. Или ножки гвоздь начать собирать. Он предметит ножку в качестве молотка. Он будет ее использовать как молоток. Человек может увидеть молоток там, где его нет. А обезьяна не может увидеть молоток там, где он есть. Вот так. Это то, что касается второго уровня. Ассоциативного. Ну, третий уровень номинативы. Третий уровень номинации. Номинация – это именование. Номинативы. То есть, помимо того, что мы должны распознать базовое свойство, а также подключить предметное значение, помимо этого, мы должны еще уметь предмет назвать. Вот. Если нарушение возникает на этом уровне. Иногда это называют уже номинативной агназией. А иногда это нарушение вполне закономерно относит к области афазии, то есть к речевым нарушениям. Вот. То что происходит? Что происходит? Опять-таки, та же самая экспериментальная ситуация. Человек по форме предметы разложит правильно, узнает, какие из них одинаковые, какие не одинаковые. Он подберет друг к другу. Он ручку будет использовать именно как ручку. Он понимает, что это ручка. Или телефон будет подносить уху. Он будет показывать вам, что он это понимает. Он даже может сказать, взяв в руки ложку. Это то, чем делают вот так вот. А слово ложка сказать не может. Такое тоже можно. А слово ложка не называют. Номинативно. И все-таки, все-таки вот на этом уровне, видимо, тоже не до конца хорошо различаются какие-то свойства предметов именно как предмета. То есть предметное значение может быть здесь чуть-чуть все равно прихламывать. Но так или иначе, пользоваться он будет более-менее правильно. Вот номинативно нужно еще и слово сказать. Нужно пользоваться словом вместо того, чтобы уметь пользоваться самим предметом. Слова нам для чего нужны? Чтобы иногда вместо того, чтобы постоянно друг другу что-то показывать, просто сказать слово. То есть это квази-объекты. Вместо реальных объектов мы используем квази-объекты. Ими обмениваемся друг другу. Да. Как определить, это номинативная агназия или же это просто афазия? В том-то и дело, что это одно и то же по сути, только афазии бывают разные. Один из видов афазии. Иногда это называют, вот это нарушение, либо называют, относят к группе афазий, либо называют номинативной агназией. Но это то же самое. Это вопрос только как называют. Афазии бывают разные. на курсы нейропсихологии, которые у вас еще не было? Была. Была. Афазия. Нейропсихология, да? Значит, вы должны были тогда... Нейрофизиологию. А нейропсихологии? А по идее она у вас тоже должна быть когда-то. Раз в клинике, значит, она обязательно должна быть нейропсихологией. нейропсихология, да? Вот. Ну, ладно. В общем, афазии и виды афазии, сколько их выделяется и какие классификации, все это разбирается на курсе нейропсихологии. Так. Ну, по сути, я повторяю, здесь вопрос в названии. Иногда это расстройство называют так, иногда это. Вот. Идем дальше. Идем дальше. Вот я назвал эти три уровня, да? И я тем самым что хочу подчеркнуть? Зачем я все это делал? Ведь на каждом из этих уровней мы что-то активно делаем. И когда мы распознаем базовые свойства, мы можем буквально пальцем провести вокруг, по контуру объекта, да? Или глазами прощупываем объект. И движение глаз можно регистрировать, да? Мы что-то делаем. На этом уровне мы все равно осуществляем такую прощупывающую деятельность. И относим данный объект к категории плоских, продолговатых, тяжеловатых и каких-то еще, да? На этом уровне. Вот. Вот. Это уже все равно категоризация. Категоризация – это отнесение к какой-то категории. Вот. Даже на этом первом уровне уже происходит категоризация. мы относим к одной категории этот объект и к другой категории вот этот. Вот так. На втором уровне то же самое. Мы категоризуем за счет именно подключения предметных значений. Это относится к классу ручек. Или ручка – это предмет, да? Предметное значение. Ручка – это то, чем можно писать. Это предмет, употребляемый для письма. И так далее. Это можно конкретизировать. Ну, вот категория ручка. Мы относим это к этой категории, да? При том, что мы само слово ручка, может быть, еще не можем сказать, да? Но мы понимаем, что этот токен можно писать. Вот. То есть, мы задействуем вот эту вот форму. Может быть, даже, знаете, как это можно даже более точно сказать, что у нас в ходе восприятия ручки еще и активируются определенные двигательные нейроны, которые ответственны за вот такое движение. Фактически за предметное действие. Когда я смотрю на ручку, все равно активируются и двигательные нейроны, которые ответственны за такое движение. За предметное действие. Вот так. И, наконец, номинативный уровень – это тоже категоризация, то есть мы тоже словесно относим это к категории ручек. Мы называем слово «ручка» или назовем другое слово «перо» или «карандаш», это будет немножко другое. Словесный уровень, конечно, с уровнем предметных значений связан, поскольку значения, по сути дела, одно и то же, только здесь вербальное значение, там предметное. По сути, форма действия та же самая, только вербальное значение сидит на чувственной ткани слова, звучащего слова «ручка», а предметное значение требует чувственной ткани самого предмета. Вот так. То есть слова – это в каком-то смысле заменители предметов. Мы общаемся при помощи слов. Допустим, я вам рассказал про обезьяну с молотком. Но здесь же не было обезьян, я вам не показывал, я вам просто рассказал. Вот, сказал слова, и вы представили прекрасную обезьяну. Наверное, все представили обезьяну с молотком. Вот так. Идем дальше. Вот это все категоризация. То есть отнесение к какой-то категории. Это самое главное. Восприятие активно и категориально. Восприятие вообще. Если мы категорию отключаем, вот как отключено предметное значение, то, несмотря на то, что я удачно распознал базовые свойства, я не пойму, что с этим делать. Не буду узнавать это в качестве ручки. И не смог категоризовать. Не смог отнести это к категории ручек. Значит, в ходе восприятия мы активно относим, я бы даже так сказал, ссылаясь на Леонтьева, мы вычерпываем из мира какую-то информацию. Именно вычерпываем при помощи своих категорий. Вот это категоризуем так. Это категоризуем так. Мы производим активность свою. По именно категориальному прощупыванию. Я очень люблю эту метафору. Мы категориально прощупываем мир. Мы, воспринимая мир, его как бы категориально прощупываем и относим это к этой категории, это к этой категории. Вот так. Это то, что касается восприятия вообще. Восприятие мира и восприятия тела тоже это будет касаться. Ну, что еще здесь, может быть, важного можно сказать? Иногда, например, категория может не отключаться, а как-то искажаться. Или, ну вот, как искажаться? Это уже пример из области патопсихологии. Например, допустим, когда происходит деструкция предметного значения, и какие-то свойства предмета не относятся к данному предмету. Так называемое расщепление восприятия. Когда, например, человек видит поющую птицу и слышит, что она поет, но он не воспринимает ее пение как нечто, относящееся к самой птице. Пение само по себе, а птица сама по себе. Вот, некоторая деструкция предметного значения. Он не может, он воспринимает это как бы параллельно, как разные какие-то предметы, не может их соединить вместе, расщепление восприятия. Или, например, глядя на человека, он воспринимает голову саму по себе, а туловище саму по себе. Это не значит, что голова где-то висит над туловищем, голова на том же месте. Но голова и туловище, как телефон на столе, разные предметы, они не соединяются, не получается соединяются. Это тоже расщепление восприятия или деструкция предметного значения. Деструкция предметного значения может сопровождаться вообще обнадеи, то есть человек вообще не узнает предмет. Для них отчуждается предметное значение. Из разные механизмы важно то, что для того, чтобы его преднимать, мы задействуем какие-то категории. Вот так. Мы относим воспринимаемое к той или иной категории или системе категорий. Вот это обязательно так четко нужно представлять. Дальше. Система категорий может с нами играть вообще такую очень злую шутку, когда категории есть, а реальности, которую в них оформлять нужно, ее нет. Тогда может возникнуть галлюцинация. Я воспринимаю то, чего нет. Или иллюзии, когда происходит подмена. Я воспринимаю то, что хотел увидеть. Или то, чего боялся, но все равно ожидал увидеть. Установка. Установка срабатывает, да, какая-то. Я люблю приводить пример с маньяком, который сидит в конце темного переулка. И девушка одна идет по темному переулку. И видит, что в конце сидит маньяк. И на самом деле там не маньяк, а там просто, например, ну какой-то пень или, допустим, мусорный бак стоит, да, плохо освещенный, там темно. Но она видит маньяка. Это она, аффективная иллюзия. Она категоризовала определенным образом. Категоризовала реальность определенным образом. Мы часто действительно видим то, что... Даже не то, что часто. Мы всегда видим то, что хотим видеть. Или то, что готовы видеть. И наоборот, не видим того, для чего у нас нет категории. Категорию отключили, мы не видим. Можно это проводить, это сделать даже в эксперименте под гипнозом. Можно сделать такое. Проводились такие эксперименты. Они проводились опять-таки психологами МГУ. Уже достаточно давно. Когда человека попадали в гипнотический транс. И ему запрещали видеть какой-то объект. Какого-то человека, например. Потом человека выводят из гипнотического транса. Но запрет продолжает действовать. В комнате находится там несколько человек. Среди них тот, кого запрещено видеть. Мы спрашиваем у испытуемого. Назови всех, кто находится в комнате. Он всех называет, а этого не называет. Его нет. Тот начинает говорить. Слышать-то не запрещено. Он удивленно ищет источник звука. Откуда же он говорит? Непонятно. Начинаем по комнате водить. Это опыты, которые проводил психолог Петренко. По комнате водить. Нашего испытуемого. И подводим его напрямую к тому человеку, которого видеть запрещено. И вот здесь возникает парадоксальная ситуация. Он сквозь него не пытается пройти. Казалось бы, он его не видит. Но восприятие – это же процесс многоуровневый, как мы выяснили. На первичном-то уровне он воспринимает, только значение отключено. Возникает конфликт между разными уровнями в ходе восприятия. И чтобы разрешить этот конфликт, нужно или вернуть предметное значение, то есть отменить запрет, чтобы узнать этого человека в качестве того, которого запрещено видеть. То есть отменить запрет. Либо опять впасть в транс и отключить высшие уровни сознания. И это легче. И человек, подходя к тому, кого видеть запрещено, останавливается в недоумении и впадает в транс. Ну, такие опыты интересные проводились точно. То есть о чем это говорит? Мы можем запретить человеку что-то видеть, он не будет видеть. А сколько случаев уже, опять-таки, из области клиники, когда это происходит? Например, так называемые функциональные истерические расстройства, когда есть запрет на восприятие каких-то объектов. Человек может видеть все, кроме данного объекта. То же самое касается, кстати, не только восприятие касается, касается и памяти, допустим. Запрещено что-то помнить. Вот вытеснилось это. Какая-то болезненная информация, которую очень больно держать в сознании и допускать в сознание. Она вытесняется. И, например, человек помнит любые нейтральные события, относящиеся к тому периоду, когда что-то с ним такое плохое случилось. Нейтральные события помнит. А вот сам факт какой-то травмы и людей, которые с этой травмой связаны, он не помнит. А может даже и не больше. Это вот функциональные различные истерические нарушения. Вот к чему я это все говорю. Потому что действительно наше восприятие такая сложная штука. Мы не воспринимаем мир непосредственно. Мы опосредованно воспринимаем при помощи своих категорий. Мы активно воспринимаем. А это значит, между прочим, что мы никогда не можем быть уверены в том, что мы воспринимаем то, что есть. Есть психически больные, которые воспринимают то, чего нет. Мы, каждый из нас, не воспринимает наверняка многое из того, что есть. Мы опредметили мир по-своему. Опредметили его. И в рамках той системы предметных значений, которая для нас является нашим образом мира, мы все и воспринимаем. То, что соответствует нашему образу мира. Образ мира – это система предметных значений. Переодзий. А то, что выпадает из этой системы предметных значений, мы можем или вообще не заметить, или категоризовать как-то по-своему, включив это, встроив это в нашу систему, чтобы оно ей соответствовало. Сколько раз бывает с нами так, что мы ищем какой-то предмет, но не можем найти никак. А потом оказывается, что он все время был у нас под носом. Понимаешь такое? У кого-то бывало, да? А как это происходит? Когда подключается предметное значение, которое было отключено. Или вербальное значение. Спрашивают, а что ты ищешь? Да вот ищу вот это вот. Так вот же оно. Сам человек сказал слово и тут же увидел. Подключил дополнительные вот эти высшие уровни сознания, вот и увидел. А до того не замечал. Или категоризовал как-то по-другому. Вот так. К чему я это все говорю? Опять-таки, я подчеркиваю, восприятие активно и категориально. Это главные свойства восприятия, которые нужны нам. И в том числе, в том числе, это касается и восприятия нашего тела. В том числе, это касается и восприятия тела. Значит, мы собственное тело тоже активно воспринимаем и категоризуем телесные события. Категоризуем, то есть задействуем какую-то систему категорий. А система категорий, откуда мы ее взяли? Мы ее берем из культуры, мы ее можем развить, если мы относимся к какой-либо социальной группе. Например, если это врачи, допустим, то у них система категорий по отношению к телу развита по-своему, а у них в чем-то больше этих категорий. Если это больные с определенными болезнями, которые уже много лет лечатся, и которые знают различные термины, знают, какие должны быть ощущения, когда, научились их дифференцировать, у них своя система категорий. Есть даже понятие интерцептивные слова, которые можно изучать, можно изучать его объем, то есть количество слов, при помощи которых ты можешь описать свои ощущения. Интерцепция – это те внутренние телесные ощущения. Можно изучать объем, можно изучать какие-то другие характеристики интерцептивного словаря. Это все тоже делалось и делается. При разных болезнях оказывается, что системы категорий разные, а у кого-то она богаче, у кого-то беднее. Вот так. Системы категорий. Мы собственное тело тоже воспринимаем, в общем-то через призму той системы категории, которая у нас сформирована. А если мы стали ипохондриками? Если мы стали ипохондриками, то кто такие ипохондрики? Я вам говорил, те, которые очень уж слишком заботятся о своем теле, только о нем и думают, о своих болезнях или о своем здоровье. Вот если мы ипохондрики, то мы ведь в силу нашей увлеченности всем телесным, всем медицинским, в силу того, что мы ничего кроме тела в жизни не замечаем, мы же почти ничего, мы ведь начнем обрастать знаниями какими-то околомедицинскими, смотреть популярные передачи начнем, всякую Малышеву, Малахову, еще что-то такое, да? Много-много всего будем впитывать, 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 вот только этим и жить. Будем обрастать какими-то буклетами, собирать какие-то журналы, какие-то статьи, вырезки из газет, что тоже бывает, например, ну знаете, какие-то рекламные газеты бесплатные, которые могут разноситься по квартирам или в ящики кладут. И там тоже есть какая-то медицинская информация часто, да? И вот представьте себе, например, стопку таких газет, или что буквально в доме или в комнате у человека все чуть ли не покрыто, завалено различными, по-разному отсортированными вот папками с вырезками из этих газет, да? По поводу одной болезни, по поводу другой, по поводу... Люди же все вовремя-то разные, не все черепают информацию из айфона или вот из интернета, да? А многие по старинке это делают из печатной продукции, вот и обрастают такую печатную продукцию и хранят ее. Запомнить-то все невозможно, но так или иначе у них по-своему формируется система категорий тоже. При помощи какой они воспринимают, или сквозь призму которой они воспринимают свое тело. Вот это вот очень важно. Не только на свое тело, но и все события, которые касаются здоровья и болезни. Воспринимают через определенную систему категорий. Вот так. То есть я хочу подчеркнуть, что и восприятие тела тоже активно и категория. Собственно, грубо говоря, вот весь этот фрагов направлен именно на это. На то, чтобы мы это с вами очень четко поняли. У нас во сколько период? В 14.40. У нас еще полчаса. Хорошо. Вам не холодно? Не жарко? Нет. Как у вас система категорий, по помощи которой вы воспринимаете свое тело? Жарко, холодно? Еще какие можно слова назвать по поводу того, что вы чувствуете телесно? Нормально. Нормально? Душно? Неважно. Влажно? Щекотно. Щекотно. Мурашки. Еще что? Неприятно. Неприятно, да. Еще. Холодок проходит. Холодок. Липко. Липко. Грязно. Грязно. Ну, а все-таки вот это, да, хотя это тоже, конечно, к телу может относиться. Естественно. Вот. Ну, а по поводу внутренних телесных событий. Вот именно внутри тела. Что мы ощущаем? Плотно. Приятно. Приятно. Еще? Плотно. Плотно. Дрожь. Дрожь. Покалывание. Ну, что? Покалывание. Покалывание. Вот. Это то, что в основном на поверхности тела, да, мы ощущаем? А хотя внутри тоже можно. Что? Голод. Голод. Там. Еще. Растяжение. Растяжение. Тайна. Высловало что-то? Болит, колет, сжет. Болит, колет, сжет, режет, сдавливает, стягивает, сжимает, распирает. Между прочим, да? Если говорить про живот, например. Распирает в животе, шум и гамм, да? И вот видите камни. Бабочки. На систему категории бабочки, бабочки, не тоже хорошо. Один из запросов, когда обращаются с какими-то семейными проблемами, верните бабочек. Значит, в животе, шум и гамм. Вот видите, как на нас действует реклама. Это опять-таки формирование системы ожиданий или системы категорий. Здесь все это держат на какой-то вербальной ассоциации, которая рифмована. Но за вербальной конструкцией стоит представление о некоем препарате. И когда в животе шум и гамм, кстати говоря, может быть, кто-то потом и будет говорить «У меня в животе шум и гамм». Вот так вот высказывают свою жалобку. Когда в животе шум и гамм, то почему-то человек вспоминает именно об этом, а не о чем-то другом. Вот. Что еще? Что еще? По поводу вот этого самого телесного восприятия, по поводу категорий, по поводу категориальности. Здесь я могу привести еще какие-то примеры. Примеры, ну, допустим, беременности. Если беременность вторая или третья, то женщина обычно гораздо более четко и раньше начинает что-то ощущать, категоризовать, понимать, что происходит. Почему? Потому что у нее уже это сформировано. Хорошо. А есть еще, допустим, болезни какие-то телесные, внутренние болезни. Сердце, животка, вот изжогу из вас никто не назвал. Отрыжку, тошноту. Понимаете, в чем дело? ваш. Ведь когда человек только начинает болеть, у него поначалу нет соответствующих категорий для восприятия именно болезненных событий. Поэтому он жалуется часто сначала на какие-то смутные, неясные ощущения. Расплывчатые, неясные, ему трудно их локализовать, ему трудно их описать словами, потому что в норме-то мы внутренности тела по сути дела не чувствуем. В норме наше тело внутри мало опредмечено. Нам неоткуда взять предметность внутреннего тела, есть термин такой внутреннее тело, часть тела именно в психологическом плане, та часть или та область, которая не воспринимается извне, а которая связана именно с внутренними событиями. Так вот, внутреннее тело в норме практически не предметно, нам неоткуда взять его предметность. Опять-таки, опредмечивать предметы или объекты внешнего мира мы научились в первую очередь именно потому, что мы по отношению к ним можем выполнить какое-то движение. Движение рукой. прощупать, потрогать, взять, вот это предметы в первую очередь. По аналогии с ними мы воспринимаем звезды как тоже предметы. Мы понимаем, что звезда это такой большой-большой шар. Но, конечно, мы звезду не трогаем. Но, опять-таки, это происходит вот отсюда, из нашей способности двигаться по форме другого предмета. А как мы можем пощупать рукой свои собственные легкие или свою собственную печень? Мы, конечно, можем прощупать печень, как это делает врач. из лоджицы и прощупать это не так сложно. В правое подреберье пальцы засунуть посильнее край печени ты можешь прощупать, да. В особенности, если она увеличена. Вот. То есть, что-то, да, мы немножко пальпировать можем. Тем не менее, у нас такого опыта практически нет. У нас есть этот опыт по отношению к нашим конечностям, к туловищу, то есть, вот, к телу как физическому объекту. У нас есть это тоже. Мы знаем, что такое рука, что такое нога, мы ее опредмечиваем хорошо. Но что там внутри происходит, например, даже в руке, для нас это малопредметно. Мы это почти не ощущаем. Нас в норме не ощущаем. Но тело дает о себе знать тогда, когда развивается какая-то болезнь. и у человека формируется система категорий для восприятия той или иной болезни. И именно поэтому у, скажем так, больных разными болезнями или у больных разных назовологических групп могут быть разные интерцептивные словари. То есть, они могут не совпадать ни по объему, ни по содержанию, ни по каким-то еще другим характеристикам. Больные желудочные и больные сердечники, например. Или язвенники и трезвенники. У них по-разному может быть сформирован этот самый интерцептивный словарь. Вот так. Еще пример нервы анорексии. По-моему, я вам приводил пример. Девушка перед зеркалом видит в зеркале себя как очень толстый, а сама стоит перед зеркалом очень-очень худая, слишком худая. А система категории над ней так уже шутит, что она воспринимает себя неадекватно, даже форму тела, внешнюю форму она воспринимает неадекватно. В прямом смысле может видеть себя не так, как на самом деле. Искажение восприятия. активность и категориальность телесного восприятия. Пытаюсь это неоднократно подчеркнуть, чтобы мы четко понимали. Мы не воспринимаем не только мирно и самих себя, и свое собственное тело, не воспринимаем непосредственно. Мы что-то делаем, воспринимая, мы категоризуем, мы выполняем какую-то активность. вот так. Ну и соответственно можно допустим убрав предметное значение допустим обезболить. Обезболить под гипнозом. Вот. То есть влиять на телесные ощущения через посредство а вот именно этих уровней сознательных уровней в системе сред категоризации. Вот. Ну дальше я вам расскажу еще один такой интересный пример, который опять-таки приводится психологами МГУ. Это пример с так называемым препаратом от рака, который назывался катрекс это где-то еще может быть в конце 80-х годов в конце 80-х годов наверное где-то еще в Советском Союзе возник миф что если акулы по каким-то причинам не болеют раком если акулы не болеют раком то значит вытяжка из какого-то акульевого хряща может быть средством для лечения рака был создан группой шарлатан был создан препарат он назывался катрекс и со всего Советского Союза люди ехали за этим препаратом я не знаю точно где это происходило явно не в центре не в Москве а это могло происходить в какой-то из более южных республик люди ехали чуть ли не палачный городок там устраивали привозили своих тяжелобольных родственников вот ехали за этим чудодейственным препаратом и психологи тоже поехали чтобы провести исследование и понять что там вообще происходит ну и выясняется что действительно у людей по мере лечения этим катрексом происходили изменения в ощущении вот она субъективная картина болезни она начинала меняться начинала меняться потому что люди верили в том что это замечательный препарат к тому же все это было определенным образом оформлено немножко дальше мы поговорим о том как это происходит и как можно добиваться создания определенного мифа фактически и увеличивать процент эффекта но пока все это было оформлено скажем так определенным образом то есть нужно было куда-то ехать нужно было выставить в каких-то очередях нужно было принимать этот препарат тоже по определенной строгой инструкции и так далее и так далее конечно доехать могли не все кто-то отсеивался на полпути самые стойкие доезжали и вот к них и развивался якобы положительный эффект от лечения этим препаратом в том числе среди них были и врачи которые тоже больные и есть описание когда например больная женщина сама врач описывает свое состояние описывает ведет дневник описывает свои ощущения описывает улучшение исчезли боли улучшилось общее самочувствие и так далее и так далее описывает задний день вот а на самом деле на самом деле происходит только ухудшение состояния она этого не чувствует потому что ее снабдили и она восприняла восприняла сама и сама у себя доформировала вот эту саму систему категорий какие-то категории в которых она стала себя воспринимать и лечение стала воспринимать то есть повторю мы не воспринимаем непосредственно самих себя а через посредство каких-то категорий каких-то конструкций в том числе каких-то мифов. И было выяснено, что наиболее подвержены такому влиянию люди полезависимые, полезависимые, то есть зависимые от перцептивного поля. Есть понятие полезависимость, зависимый от поля. Это понятие из гейштал-психологии, которое, в общем-то, о чем говорит, что оно обозначает, это понятие полезависимость. Человек в своих ощущениях полагается на что-то внешнее. На него очень подействовали эти палаточные городки, и это столпотворение, и эти люди, которые счастливы, что они, наконец, добрались до вот этого места и, наконец, принимают катрекс, на него все это внешнее может легко подействовать. Вот это полезависимый человек. Ну и определяли, как можно узнать, что человек полезависимый, в большей степени полезависимый или в меньшей степени зависимый от поля. Есть специальные эксперименты, при помощи которых это можно выяснять. В частности, есть эксперимент с ориентацией положения тела в пространстве, когда человека вводят в комнату, которая немножко скошена, сама комната немножко скошена, в ней находится кресло на одной ножке. Кресло устроено таким образом, что его положение можно менять по отношению к обстановке. И человека просят сесть в это кресло и выровнять, чтобы оно было прямо, чтобы оно стояло прямо. То есть выровнять кресло, находясь в том, что это было прямо. И вот если человек ориентируется на скошенную комнату, то он выравнивает кресло в соответствии с комнатой и свои ощущения подчиняет вот этому внешнему. А если человек, и этот человек полезависимый, а если человек все-таки выравнивает кресло именно руководствуясь своими ощущениями, то оказывается, что он его ставит ровно, но по отношению к комнате оно неровно. И этот человек поленезависимый. Вот таким людям меньше пользы, в кавычках, приносил этот катрекс. Они как бы меньше получали от этого, хотя бы в субъективном смысле, поскольку они поленезависимые. На них все это не подействует. На них эффект процепа так просто не подействует. Вот так.